Приветствую, друзья! Когда я в страхе, в стрессе или в боли, я в доминанте. А прочтите там в Википедии, что такое доминанта. В доминанте происходит отключение всех конкурирующих сигналов и генерализация возникшего состояния. Это доминанта. Генерализация. То есть распространение своего влияния на все другие сигналы. Поэтому, когда страх, стресс, боли, вспомните, я в доминанте. И начинаете накручиваться, потому что идет генерализация. А вы поэтому создайте конкурирующую доминанту, чтобы выйти в состояние обычного бодрствования. Чтобы эти доминанты взаимодействовали, и мозг, который распределяет энергию, теперь уже не на одну доминанту, а уже на все остальные, которые тоже появляются. И она обесточивается. И вы выходите из стресса, боли, транса, на обычное нормальное здоровое состояние. Да, таким образом. Как можно переключиться? Создайте параллельные доминанты, чтобы обесточить ту главную, генеральную. Но я вам показывал. Узелки на память. Ушки разминаете. Кулачки сжимаете. И голову в плечи. И голову в плечи. И голову в плечи. И вдруг смотришь, уже становится спокойнее, свободнее. Да, это все достаточно просто. Почему в основном люди не сразу понимают, что надо ставить лайки здесь и записываться на телеграмму и ютубу, потому что здесь уникальный контент. И сразу понимают, что такими простыми действиями, как лёс руками по спине, лыжник, шалтай-болтай, плавательными движениями, синхронными текущему состоянию в моменте, можно решать важные вопросы, волнующие вас. Почему они не понимают? Они не связывают одно с другим. А я вам помогу. А может вы этим поможете и своему соседу, который в стрессе. Вы ему просто объясните. В каком бы он ни был положении жизни, какие бы у него ни были большие проблемы, выживание, творческие, какие-то поиски, решения, какие бы ни были проблемы. Вот эти простые действия, они снимают лишнее напряжение, позволяют человеку не зависать в доминанте, не накручиваться, а находить лучшие ответы. Просто объясните, что есть связь между сознанием, подсознанием и организмом, между умом и телом. Ну и, конечно, условно говоря, с сердцем. Поэтому, если вы любите думать, вы любите чувствовать, да, иногда вы в доминанте так сильно чувствуете, что она становится большой, и вы обо всем забываете. Опять, по той же причине, о чем я рассказывал. До встречи.